А так получается, он реально может подумать, что родителям пофиг, ходит он не ходит, и он реально перестанет ходить, и всё, и как бы жизнь под откос. Ковёр! Вот ковёр, я даже не знаю, как он сразу не зацепил моё внимание, как висит на целую стену, красивый, хороший, ухоженный, отпылесошенный. Вчера Полинка, сегодня Катька, свездец, реально Антошка мачо. Вагон задрожал, равновесие стало держать всё труднее. Ой, щас скрив... щас скривирует! Чпойник! Всем привет, дорогие друзья, с вами ваш Дакстер, и сегодня с вами продолжаем играть в Зайчик Другая История. Огромное вам спасибо, как обычно, за ваши лайки и комментарии, давайте под этим роликом соберём 500 лайкосиков, это наше с вами такое стандартное число, если соберём больше, будет ещё круче. Но вот это вот минимум, который очень сильно согревает мне душу и помогает поскорее выздороветь, я практически вылечился. Осталось только пофиксить её насморк и избавиться от температуры, которая, блин, капец как задолбал. Собственно, сегодня мы с тобой начинаем проходить четвёртый эпизод, который называется «Кровь со вкусом клубники». Соответственно, заходим на нашу сохраняшечку и идём дальше. Отлично! И здесь у нас что-то новенькое, поезд куда-то едет. Нихрена себе! Нихрена себе! Ну, это явно лайкосик и комментарий, прям. Иначе никак. Тьма, возможно, некоторых из вас бесит то, что я так клянчу лайки, я сам не очень люблю это делать, но просто вы даже не представляете, как сильно это помогает развитию канала. Мы с вами очень крутую статистику показываем на прохождении зайчиков, на прохождении и зайчика. Да, Миша со склонениями немножко не дружит. Вот, соответственно, вам это буквально секунда, а, ну, канал из-за этого капец как круто бустится. Это классно. Тьма. Реально тьма. Шум колес разрывал ночную тишину. Он был глухим, словно доносился из какой-то трубы, и, прорываясь откуда-то издалека, постепенно нарастал. Па-пам, 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 повторяли тяжелые металлические колеса, начиная увеличивать свой ход. Я слушал эти монотонные постукивания о рельсе и ни о чем не думал. Наяву я их слышу? Наяву я их слышу? Или мне это лишь кажется? Мне было неважно. Я просто лежал, нежесть в мягкой теплой постели, под неумолкающие звуки поезда. А сам локомотив тем временем неуклонно мчался навстречу неизвестности. А куда я еду-то? Вдруг в однообразное постукивание и жужжание вагона врезался звук, которого раньше не было. Это был оглушительный продирающий до костей рев, ляск и грохот металла. Я открыл глаза, но не успел ничего разглядеть, так как в ту же секунду силой отлетел вбок и ударился головой о стенку. Больше никаких звуков я уже не слышал. Антон! Антон! Это мы в Алису врезали, что ли? Вставай! Я очнулся. И сразу, даже не открывая глаза, потянулся за очками. Но их нигде не было. Только обшарив все вокруг себя, я понял, что они уже были на мне. Блин, я вообще пока что не понимаю, почему мы едем в поезде, почему мы в лесу во что-то врезались. Но мне это капец как нравится. Это так необычно. Типа, это полностью что-то новенькое, свеженькое, то, что мы с тобой не видели. Обычно что? Школа, дом, школа, дом, лес. Типа, вот эти вот три локации меняются друг с другом, а тут бац, и поезд. Офигеть, приехали, здравствуйте. Дав глазам немного привыкнуть, я с удивлением стал крутить головой по сторонам. Передо мной предстало темное, слегка освещенное бледным светом пустое купе. Я аккуратно попытался спуститься с верхней койки. Прикинь, сейчас, короче, заходит Алиса, Алиса проводится. Такая-то, типа, ой, может быть вам чай? Всякая там РЖД продукция, тапочки. Блин, было бы очень угарно. Вагон стоял под углом и был сильно накренен вперед. И я, оказавшись внизу, еле смог удержаться на ногах. Через треснутое стекло окна светила луна. И, к сожалению, это все, что я мог разглядеть среди ночной темноты. Я подошел к двери и попытался ее открыть. Но та не поддалась. Я попробовал еще, но что-то крепко удерживал ее. Черт! Черт! Заклинило! Ну давай! Извините, забыл про озвучку. Тушься, Антон, блин! Только с четвертой попытки, уже приложив все усилия, я сумел ее сдвинуть. После чего дверь еще немного посопротивлялась. Но затем сдалась и окончательно отъехала в сторону. В лицо ударил холод. А по всему телу пробежались мурашки. Не то от холода зимней ночи, не то от появившегося чувства опасности. Высунувшись и посмотрев налево, я ужаснулся. Че там такое? Ух! Вагон был в буквальном смысле разорван пополам. Одна его часть зависла на крутом обрыве, а другая вместе с остальным поездом ушла под воду. Ну, это явно сон, это мы с тобой понимаем. Но это офигенно. Ну в смысле, это ужасно, то что такой сон, такой кошмар. Но офигенно то, что это абсолютно новый контент, который мы с тобой до этого еще не видели. Кажется, еще один шаг, и я вместе с остатком вагона полечу в эту огромную черную реку. С дрожью в коленках я аккуратно вышел из купе. Держась за поручни, я стал медленно идти в сторону соседнего выхода. Но делая один шаг за другим, я вдруг заметил. Везде тихо. Нет ни криков, ни голосов, молящих о помощи. Ничего. Все это место окутывало и пронизывала мертвая тишина. Я почувствовал, как мои ладони начинают потеть и скользить. Поэтому я еще сильнее вцепился в порчень и продолжил подниматься. Проделав еще шагов пять, я увидел на стене расписание поезда. Однако сверху оно было закрыто приклеенным рисунком. Я сразу же узнал этот рисунок. Он был моим. А кстати, если ты хочешь также нарисовать свой рисунок, обязательно участвуй в конкурсе. Заходи в мой телеграм, подписывайся на него, там есть вся информация. Также подписывайся на группу Fingers Cross ВКонтакте. Рисуй свои рисунки, загружай специальный альбом и выигрывай крутые призы. Конкурс до 5 января у нас продолжится. И можешь выиграть фигурку, лицензионный ключ, стикер паки и много всего прикольного. Идеально, мне кажется, просто нативная интеграция, зашибись. Я сразу же узнал этот рисунок, он был моим. Я нарисовал его еще будучи в четвертом классе. Хах, на нем мы с Олей зависли в облаках и держим в руках маленькое солнышко. Только жаль, что спустя пару месяцев Оля испортила этот рисунок, пролив на него чай. Удивительно, но воспоминания о нем сейчас вызывали у меня приятное греющее чувство. Держась одной рукой, я потянулся к нему, чтобы попытаться сорвать. Но тут, но тут же в ужасе отшатнулся и едва не упал. Ой, снимочок. С листка капало что-то вязкое и темно-бордовое. И это что-то сразу напоминало мне кровь. Стекая, она медленно покрывала собой стену и пол. Я вновь поднял глаза. Лицо Оли из светлого и полного надежд стало заплаканным и испуганным. Она больше не тянулась к солнцу, а наоборот старалась заслонить лицо руками. Мое же лицо из добродушного и счастливого превратилось в озломленное и жестокое, с пугающей, но довольно довольной и окровавленной улыбкой. Даже нарисованного солнышка уже не было. Вместо него в моих перепачканных руках лежало нечто похожее на... Сердце? Вон, я пригляделся. Человеческое сердце? Из которого, не переставая, и шла та самая темно-бордовая кровь. Смотри, Оленька, это теперь и будет наше счастье. Глупая. Все вы, люди, такие жалкие и трусливые. Как только вас застанешь врасплох, вы тут же превращаетесь в беззащитные существа, только и знающие, что молите по щаду. Голос в голове тут с нами внезапно заговорил. От увиденной картины меня едва не стошнило. Анимация? Ужасающий грохот окатил моей уши ноющей болью. Что происходит? Черт. Вагон задрожал, равновесие стало держать все труднее. Ой, сейчас скрив... Сейчас скривер будет. Летающая маска зайчика. Уйди, нет! Я боялся так, как не боялся никогда в своей жизни. Та самая маска таращилась на меня пустым взглядом. Ай! Она нас бьет? А, я ударился головой о стену, а затем почувствовал, что поезд движется не так, как обычно. Он... Сошел с рельс! Нихрена себе экшон! Ля, прикольная вставка с таким кошмаром. Мне зашло. Вырвавшись из-под запутанного одеяла, я подлетел. Девятая жизнь. Голова гудела, сердце бешено стучало. Так, заходим в экстра. Достижение. Давненько мы с тобой здесь не были. Соответственно, девятая жизнь получили. Отлично. И давай также посмотрим на наши новые арты. В галерее обнимашки с Катей. Бу, это мы видели. И вот здесь вагон поезда. Разорванный вагон поезда. Поезд сошел с рельс. Ля, крутяк. Окей. Давай на всякий пожарный сохранимся. Так, сохранить. Сохранить. Отлично. И продолжаем. Увиденное никак не укладывалось в сознание. Я еще пару секунд таращился в угол комнаты. Боясь, что из него покажется нечто черное. Но нет. Это всего лишь сон. Всего лишь сон. Пытавшись унять беспокойные мысли, я схватился за голову. Все было так... реалистично. Что могло вызвать у меня такие сны? Есть же что-то, за что мой мозг зацепился, когда воспроизводил для меня картинку во сне. Во всяком случае, я надеюсь, что это оплот... Или оплот... Как правильно? Моих необъяснимых фантазий и ассоциаций. Я, кстати, сейчас загуглю. Мы с тобой, значит, во время прохождения еще и образовываемся, как мы это уже выяснили. Поэтому... Что это за слово оплот? Защитное сооружение преграды. Что? Так мне ударение надо. БМ. Оплот. Это... Ля, тут какие-то... Оплот. Надежная защита от вердыни. Оплот. Вот, все, узнали. Что это оплот моих необъяснимых фантазий и ассоциаций. Как подмечали мои друзья из прошлой школы, я могу описывать, видеть предметы не так, как другие ребята. Ну, чисто Гарри Поттер какой-то. Всегда могу найти нечто особенное, нечто крошечное, но значимое. Будто маленькая шестереночка в огромном механизме, без которой все сломается и встанет. Может, стоит смотреть на мир позитивнее? Когда за окном ты видишь сугробы, зловий серый, я бы даже сказал черный лес, тут уже не до позитива и хорошего настроения. В голову прокрадываются мысли лишь о скором побеге. Будь моя воля, избегал бы я этот лес. Да вот в том-то и дело, что воля не моя. Думая о всяком, я внезапно почувствовал боль в голове. Ох, еще слишком рано, чтобы просыпаться. Попробую уснуть. Надеюсь, никакие страшные сны не прервут мое путешествие в царство Морфея. Хотя бы на этот раз. Окей. И глаза совсем не хотели открываться. Тяжесть произошедших со мной кошмаров все еще оседала на верхние веки моих глаз. Хоть мне сейчас ничего и не угрожало, я все еще боялся. Боялся, что снова увижу чернь, что попытается вырвать меня из теплых объятий моего одеяла. Однако Оля, спускавшись на первый этаж, оставила за собой громкий топот, который сильно успокоил меня. Но почему она так рано встала? А может, я проспал? Ой, звездец. Мы реально проспали. С трудом, открыв глаза, я заметил, что кто-то любезно закрыл шторы, тем самым защитив меня от слепительно белого света за окном. Но сегодня же не выходной. Черт! Я совсем забыл о том, что мы с ребятами хотели вчера вечером поискать улики в лесу. Видимо, я слишком быстро уснул, так и не дождавшись заветного стука в дверь. Уже ничего не поделаешь, ладно? Я оделся и решил спуститься вниз. Я, кстати, об этом подумал в конце предыдущей серии. Что типа, блин, мы же хотели. Всем привет. Здорово. Мама, Антоша проснулся. Привет, Оленька. А ты чего так рано встала? Уже обедать скоро, а ты только глазенки открой. Капец, мы закемарили. Обедать? Сколько сейчас времени? 12.30. Ух. Я на всякий пожарный посмотрел на свой телефон, понял, что сейчас у меня 12, но тоже плюс-минус близко. Оля, посмеявшись, показала свою компетентность в этом вопросе и побежала наверх. С тобой девочка какая-то связаться хотела, но ты спал. Ой. Сказала ей перезвонить через час. Будь готова. Ну все, ну нормально. Полинка уже на постоянке нас звонит. Да, хорошо, мам. Так, мам, а что ты нам не сказала, что в школу надо идти, если сейчас не выходной? Какая-то девочка? Полина что-то хочет сказать? Ну да, мы хотели обсудить с ней в школе мою пропавшую вещь, но я проспал. Поэтому придется обсудить все по телефону. Огромный груз упал с моих плеч, дал... Что? Огромный груз, упав с моих плеч, дал сделать глубокий вдох. Так я, конечно, не особо расположу к себе Полину, но хоть нервничать много не потребуется. Груз. Выдохнув, я отправился заниматься утренними процедурами. Молодец. Раздался отчетливый и громкий звонок. Я быстро вытер со своего лица капли воды и побежал к телефону. Алло, привет. Ну, привет, Антошка. А, это не Полин, это Катька звонит. Ох, слушай. Вчера Полинка, сегодня Катька, звездец, реально Антошка, мачо. Катя? Катя? По голосу не признал? Да признал, признал. Сказать, что я в шоке, ничего не сказать. Ну, опять же, если... Короче, все, сейчас, значит, суббота, скорее всего, потому что и Катька нам звонит, значит, Катька тоже не в школе, а время 12, как раз должны быть уроки, все в порядке. Что Кате может от меня быть нужно? Просто не ожидал, извини. Ну, я так и поняла. Можешь не извиняться. Ну, я уже. Тебе что-то нужно? Хотела узнать, как ты? А то в школу не пришел, кое-как отмазала тебя. Да как они все из школы звонят-то? Раньше не было мобильных телефонов. Ну, скажи... Полина, как будто по ощущениям, звонила все-таки не из школы. Тогда тоже, ну, небольшая несостыковочка произошла, что, типа, мы ушли раньше, приходим, и тут звонок Полину уже. Какого-то фига нам звонит, как будто из дома. Здесь, возможно, Катя звонит с какого-то там рабочего телефона, зная, что у нее мама классуха, что у нее есть, скорее всего, доступ к этому девайсу, если его можно так назвать. Отмазала? Катя отмазала меня? А, я, ну, спасибо тебе, Катя, и... Сегодня в три свободен будешь? Сможешь к школе подойти? А зачем? К школе? Зачем? Нужно так. В общем, я жду тебя, не опаздывай. Мороз кожу сушит. Не хочу потом на свои облезлые руки смотреть. Какими-то загадками опять говорит? Да, я буду вовремя. Надеюсь. Я буду вовремя, это из мема. Давай тогда, Антон. Да. До встречи. Это, типа, гениальный мем, где горит автобус, там еще вот такое. Да, и... С ним. До встречи, Катя. Да. Слушай, прикольно, мне нравится, как развиваются события. Катька нам звонит, а это Полинка звонит. Ээээ... Пригласила нас к школе. Зачем Кате понадобился я? Хм, ее интонация не такая едкая, какая была раньше. Да и ни единой колкости в свой адрес я не услышал. Буду надеяться, что Катя меня позвала, имея благие намерения. Мой живот заурчал, пора бы поесть. Охренеть, додумался. Такс. Я довольно быстро и с аппетитом съел свою яичницу, которую мне приготовила мама. Пусть в ней не было помидоров и колбасы, которые я так любил добавлять в блюда, я все равно с удовольствием все съел. Хорошо хоть что соль есть. Позже я пошел к себе. Нужно было заранее сложить нужные учебники в рюкзак, чтобы не забивать этим голову вечером. Надо будет у Кати еще про домашку спросить, когда мы встретимся. А то в последнее время у меня как-то слишком много долгов. Это правильно. Домашку делать надо. Время близилось к двум часам. Пора уже собираться. Если опоздаю, точно убьют. Я принялся одеваться. В голове крутятся мысли о том, что я сейчас на полном серьезе самостоятельно иду гулять с Катей. Смотри. Опять же, возвращаясь к тому, что маме абсолютно пофиг то, что мы проспали. Она нам не задала ни одного вопроса. То есть до этого она такая, Антон, где ты был, где ты шлялся, какого хрена ты там что-то делал. Здесь же мы не пошли в школу. Разгар рабочей недели, что называется, и даже ни одного вопроса. То есть, означает ли это то, что маме Антона пофиг на то, что он ходит в школу. И это как бы он туда ходит, потому что он такой ответственный. Потому что, ну, многих детей, скажем так, именно родители побуждают ходить в школу. Так бы их воля, что называется, они бы там сидели с утра до вечера, играли в какой-нибудь PlayStation, чипсики, кушали и прочее. Мы такое, естественно, осуждаем. В школу надо ходить, получать знания. Но просто мне реально непонятно, почему меня никто не разбудил. Кто-то зашел, задернул шторки. Да вот, Антошка, спи. Типа, вообще пофиг. Так, ну, можно было как минимум что-то сказать ему по типу. Это, опять же, не вопрос с разработчиком моды. Это я просто рассуждаю, типа, как могло бы произойти в жизни. Можно было бы сказать, что там. Антон, а что я не пошел в школу? Он такой, мам, я проспал. И такая, ну ладно, больше так не делай. И все. А так, получается, он реально может подумать, что родителям пофиг, ходит он не ходит. И он реально перестанет ходить. И все, и как бы жизнь под откос. Дворгиком только пойдет работать, как Лилия Павловна сказала. И гг. Это как стать первым в очереди на расстрел. Это он про Гуку с Катей. Однако беспокоился лишь мой мозг. А все остальное тело исправно выполняло свои функции. Не подавая ни единого намека на страх и волнение. И все же пора. Я был на себя ботинки, надел куртку и вышел на улицу. Все, вот этой части я уже не помню. Это удивительно. По той причине, что... Я посмотрел, у нас с тобой больше 10 серий было с прохождением, как бы вот оригинального мода до обновления в целом другой истории. Там что-то 10 или 15. Здесь же мы с тобой уже на какой? Там на пятой, на шестой серии видим новый контент. Это офигенно. То есть реально видно, что разработчики запарились, очень много всего переработали. И в тот момент, где, казалось бы, должно быть повторение, у нас уже появляется что-то новенькое. Морозный ветерок сразу же подлетел ко мне, играючи, забывая... Он будто специально творил свои проказы. Покалывал ледяными иголками все согретое домашним теплом лицо. А я морщился, не давая снежной пыльце залететь в мои глаза. Интересно, почему Катя захотела встретиться именно у школы? Могли бы и у поселка встретиться, так идти ближе пришлось бы. Ну ладно, видимо, ей так удобнее. Я свернул на привычную для меня дорожку. Летом тут было бы все ярко, зелено. Представляю, как я, согреваемый лучиками летнего теплого солнца, шел бы по этой дорожке, слушая пение птиц, стрекотание насекомых и шум листьев, обдуваемых ветерком. А под ручку со мной бы шла Полина, разделяя восторг от этой простой, но чудесной летней природы. Но все же мечты пора оставить. Уже скоро меня ждет встреча с той, кого бы я видеть совсем не хотел. Не хотел бы видеть раньше. Однако чувствую я себя странно. Будто бы мечусь между людьми, бегая то за одними, то за другими. Сначала пацаны, потом Полина, а сейчас Катя. Хотя ее объятия были крепкими и теплыми. Я не могу быть уверен на все сто, что это не очередной способ выставить меня идиотом перед всей школой. Думаю, довериться ей стоит. Но до первого, как любят говорить, учителя замечания. Я улыбнулся и двинулся дальше, с каждым шагом приближаясь все ближе к территории школы. А вот и место встречи. Перед собой я видел обыкновенное, серое и ничем не примечательное здание школы, кое я вижу каждый будний день. Уроки закончились, большинство учеников уже давно ушли, не считая некоторых довольно редко встречающихся школьников, только начинающих свое паломничество домой. Однако Катя я не заметил. Может, она пош... Может, она пош... Я почувствовал, как что-то, напоминающее теплые ладошки, прикрыло мои глаза. Угадай, кто? Угадай, кто? Тихим, но уверенным голосом произнесла Катя мне на ухо, отчего стремительный рой мурашек пробежал по моему телу. Катя, ты ведь? Нет, сова. Перехватив Катя на настроение, я не менее уверенно ответил ей. Ну, конечно же я. Ну, конечно, так. Катюша. Я бы удивилась, если бы ты меня не узнал. Тебя трудно забыть. Так, а что за внезапный пикап-то у нас начался? Понимая, что это могло звучать обидно, я опустил глаза, ожидая реакцию своей спутницы. Однако она весело хмыкнула и обратилась. На четыре минуты опоздал, Петров. Это очень некрасиво, извините, пожалуйста, больше так не буду, надо сохраниться, кстати. Надо сохраниться, отлично. Не тебе привет, Катя. Не, а что, всё по фактам? Видимо, без её колкости никуда. Ну, блин, это как бы девочкам свойственно опаздывать. А тут, получается, она тебя четыре целых минуты ждала, ну звездец. Ты давай тут не расслабляйся, по делу собрались. Понял. А то, небось, уже кольцо за спиной прячешь. Уж это да, собрался тут на свиданки водить. Я опешил от таких слов. С самомнением у Кати явно проблем нет. Это я заметил точно. Самомнение. Мне кажется, я впервые такое слово слышу и вижу. Самомнение. А, ну типа мнение о себе. Самомнение. Интересно. А вот с юмором огромное. Да нет, максимум снежок. Я решил сбавить обстановку до ребяческой и непринуждённой. Ещё чего. Я в детские игры, между прочим, не играю. А, да. И давай зубы мне не заговаривай. Лучше послушай меня внимательно. Ну давай. В общем... Ну всё. Стоит точно ожидать непосильное задание. Найти то не знаю что, которое находится там не знаю где. У меня в гостиной телевизор слетел с катушек совсем. Показывает либо помехи, либо ерунду какую-то. Петров, с катушек слетел, с катушек слетел. А тут телевизор слетел, прикол. Ты у нас в классе странный самый. Ля. Наверняка с этим дело имел. Ля. То есть, как бы... Ой, ля. То есть, если в 21 веке, как бы, приглашают Windows переустанавливать, то в конце 20 века приглашали слетевший с катушек телевизор починить. Нормально. Дело имел... Неужели я не один такой? Сон, понимаешь, просить тебя лично, даже не через кого-то, для меня задача не из самых приятных. Угу. Но к Полине обращаться совсем желания нет. Кстати, чёрная тачка стоит. А ты холст чистый. Ещё долго в эксплуатации прослужишь. Так, ну не надо меня воспринимать, как чистый холст, который в эксплуатации. Но Полина явно меньше разбирается в телеках, чем Антон. Катя поправила свои волосы и посмотрела на меня. Будто видя перед собой не человек, а существо для использования в своих личных целях. Она так его и видит, скорее всего. А разве в этом посёлке нет мастера, который может тебе помочь? Местный мастер, который чинит слетевший с катушек телевизор. Телевизор-то сам не сломался. База. Просто вместо привычного вещания там ерунда какая-то странная. Так, то есть смотри, получается, твоя мать слетела с катушек. У вас в доме слетел с катушек ещё и телевизор. Сейчас я починю это слетевший с катушек телевизор. Но слетевшая с катушек мать на меня снова наорёт. И получается, телевизор я должен чинить для неё. В том числе. Ну как-то так, не знаю даже. Может, перебои какие-то. Погода в последнее время неспокойная. Может, что-то где-то сломалось. Катя нахмурилась. Да ну хватит уже глупым притворяться. Если бы сломалось, то вообще бы не показывал. А у меня случай такой, что показывает, ну, бред какой-то. Там показывают вот эти вот программы РЕН-ТВ, которые... Скоро, скоро. Очень это подозрительно. Она что, хочет, чтобы я пошёл к ней домой? Парочку раз мне всё же удавалось настроить телевизор. Однако это никак не говорит о наличии во мне профессиональных навыков. Но всё же, посмотрев на Катю, я заметил, что ей правда очень сложно было собраться и попросить меня о чём-то после всего, что было раньше. Да и упрёков нет никаких, оскорблений. Катю будто подменили. Надеюсь, что я соглашаюсь не зря. Ладно, хорошо, помогу. А куда идти? Ты не против, если мы немного походим по улице? Не хочу пока домой возвращаться. А чё это, ждёшь, пока родители уйдут или что? Катя зовёт меня на прогулку? Нет, конечно. Когда уедет, тогда и поможешь. Кто уедет? Кто уедет? Пойдём туда. Ля, на звезде с романтик пошёл. Катя показала направление рукой, и мы пошли вместе. Звезде сгуляем с Катей теперь. А что именно твой телевизор показывает? Ну, здесь опять же нужно понимать, что если это всё увидит Полина, то она капец как может сильно обидеться. Но, с другой стороны, мы ж пока сейчас просто, ну, одноклассница, подруга её попросила. Блин, это ещё хуже, спиздец. Короче, всё, мы просто идём, помогаем, чинить технику, типа, выполняем просьбу. Всё. Точка. Больше ничего. Мы преданы должны быть Полине, которая хорошая, которая... У которой нет вот этих вот сдвигов, как у Катики. К тому же, которая ещё и творческая личность на скрипке играет, а не только вот этими всеми учебниками занимается. Ну, как сказать. Катя переменилась в лице, показывая свой испуг. О, чего я боюсь. А чё ты боишься? Не ожидав такого ответа, я понял, что больше не стоит развивать эту тему. А почему ты позвала именно меня? Кто-то другой вряд ли бы согласился мне помочь. Ещё и за просто так. И правда. Понятно. После этих слов повисло неловкое молчание. Мы шли туда, куда... Глядят глаза, не задумываясь о конечной остановке. Рядом с Катей я не чувствовал себя виноватым в чём-либо или униженном. В данный момент, скорее, рядом с ней я вообще ничего не чувствовал. Я решил спросить у Кати, чтобы прервать молчание. Мне Полина вчера звонила. Сказала, что у неё есть для меня что-то важное. Ты случаем не знаешь, что она имела в виду? Катя продолжительное время молчала, после чего всё же решила сказать. Я не знаю, что эта Полина хочет от тебя. Если так интересно, иди к ней и спроси. Ой, ты посмотри, как надулась-то сразу. Это что, я подруга, блин? Ты чё? Дерзко и грубо ответила Катя. Короче, всё, мы сейчас предадим хорошую милую девочку Полину и начнём мутить с этой Катей. Ничего страшного. Забудь просто про неё сейчас. Не хочу я забывать. Мысли о дружбе этих двух девочек улетучились. Настроение моей спутницы поменялось за считанные секунды, что заставило меня чувствовать себя неловко. Возможно, я никогда до этого не гулял с девочкой, не стоял так рядом, не смотрел прямо в глаза. Пусть Катя кажется колкой розой, это далеко не так. Стоит быть аккуратным, всматриваться в каждый шипик, обходить его. И тогда доберёшься до её бархатистых, невероятно нежных лепестков. Ой, какие метафоры. Чего задумался? Катя прервала мой поток мыслей. Это так просто. Я довольно часто гуляю по посёлку. Ну, чё-то ни разу не видел я. Мне нравится смотреть на зимнюю пустыню дворов, полей. Как ветер гоняет мелкую снежную пыль. Покачивает ветки, рисует красивые узоры на моих окнах. Слушая тихий и спокойный голос Кати, я приходил в изумление. Передо мной раскрывается та самая сторона, что таилась внутри неё. Застенчиво ждала своего выхода, окружённая тьмой. И ловя себя на этом, что Катины слова столь похожи на мои мысли, я понимаю, что хоть каплю, но похоже. С кем гуляешь? Задав обычный для меня вопрос, Катя опустила голову вниз и немного напряглась. Одна гуляю. Можно было бы и так понять. Наигранная обида блеснула в её голосе. Сутя по репутации Кати, вряд ли бы кто-то согласился с ней гулять. Кроме меня. Ну, теперь вот с тобой гуляем. Ну, нормально. Я чувствовал, как Катин лёд оттаивал, капая прохладными каплями на снег, заставляя подснежники прорастать сквозь ледяную корку. Интересно, что у Кати сейчас в голове. В данный момент она казалась мне другим человеком. Она излучала теплоту, которая казалась мне чем-то особенным. С каким трудом ей удалось перебороть себя, чтобы получить хоть и временное, но спокойствие? Чё? Мы остановились. Мы смотрели друг другу в глаза. Пляха, здесь реально со звуком что-то странное. Типа, он такой тихий-тихий-тихий, потом Катя внезапно... Да, Антон? Я ж дёрнулся. Её зелёные глаза засверкали. Я чувствовал, как небольшой кусочек моей души засверкал им в ответ. Мы молчали. Та лёгкость, которую я испытывал, стоя рядом с ней, обворожила, будто заморозила мои конечности, не давая оторваться ногами от снега. Тебе красивые глаза. Ой, началось-то с Марии, Антошка. Что я такое говорю? Это же Катя! И у тебя, Антоша. Я не знаю, как на эту дичь реагировать. Что? Чё? Чё происходит? Мы жмутили с Полинкой. Мы весь оригинальный зайчик, все моды мы воспринимали, что вот, короче, Антон с Полинкой, Катька такая стерва, ходит там чё-то делает, а тут бац, и как-то всё меняется, и я уже чувствую неловкость за то, что получается мы вот этими комплиментами изменяем нашим отношениям с Полиной. Не знаю. Я невольно улыбнулся. Это же всё сон, да? Катька не может быть такой. Она же другая. Другая Катька, другая история, всё сходится. Без лишних слов я понял, что имела в виду Катя. Она улыбнулась мне, и мы пошли вперёд. К её дому. Прикол, конечно. Не знал, что ты живёшь так близко к школе. Так это удобно. Теперь я понял, почему Катя приходит в школу раньше всех. Идти рукой подать. Единственное, что вставать рано. Если бы не вся ситуация в посёлке, я бы жила где-нибудь на Ачибе. Не хочу видеть тоскливые лица соседей, идущих после работы или учёбы. Иногда просто хочется послушать вой ветра. Посмотреть на снежную поляну из окна, попивая чашечку горячего чая. О, то есть видишь, у нас Катя тоже такая, на самом деле, утончённая натура в этом плане. Снова поражаясь её мыслям, которые так сильно похожи на мои, я набрался смелости. Я вот живу в таком доме. Всё, что ты хочешь, каждый день вижу. Только вот не особо спокойно в таком месте находиться. Ну, конечно. Надеюсь, Катя поняла, о чём я. Мне очень хочется рассказывать ей про свои похождения сряженной в костюм висицей девочкой. Мы почти пришли. Отлично. Свернув налево, я заметил перед собой относительно небольшой домик. Как оказалось, в нём живёт Катя. С виду никогда не догадался бы. Смотря на её ухоженный вид и статусность матери, домик вполне обычный. Дома никого нет, так что не бойся. Сейчас я только дверь открою. Ну, давай. Катя засунула ключ в замочную скважину. Провернув его несколько раз, дверь с щелчком отварилась. Волнение окутало меня. Ещё никогда я не был в доме у одноклассницы. И у классной, блин, руководительницы. У девочки в целом. Капец. Чего встал, как истукан? Ну, реально, Полину жалко. Ну, вот прям пипец жалко. Хз. При хошке боишься? Извини. Фантазия рисует всякие картины. Какие там картинки твоя фантазия рисует? Я и позабыла, что ты у нас художник. А ведь ты меня ещё нарисовать обещал. Хитро сказала Катя. Ну да, конечно. Проходи в мою комнату. Она слева. Я пока в зале всё подготовлю. Бля, прикольно. Я осторожно прошёл в Катяную комнату. DuckTales. Утиные истории утки. У-у-у. Walt Disney. Cinderella. А, Cinderella это... Cinderella. Cinderella это Золушка? Да? Опять же, давай загуглим. Чтоб не позориться. Cinderella. Рок-группа. Американская рок-группа. Угу. Да, это Золушка. Всё, я был прав. Отлично. Ковёр. Вот ковёр. Я даже не знаю, как он сразу не зацепил моё внимание. Как висит на целую стену. Красивый, хороший, ухоженный, отпылесошенный, выбитый. Идеальный ковёр. Да посмотри. Плюс есть печатная машинка. Зайчик. Стоит слева, вон пасхалочка. И часы, которые показывают ровно... Чё-то как-то странно не показывают. Ну, будем считать, что пять. Пять часов дня. Окей. И торшер с лампой. Она была довольно просторная, несмотря на то, что дом кажется не таким уж и большим. Ля, клёво. Можно подождать, а можно изучить. Так, посмотрим на окно. Из окна виднеется посёлок. Сугробы, дома, голые деревья. Наверняка очень уютно сидеть вечером, смотреть на падающий снег, что меня тишит под тусклым уличным фонарём. И пить горячий чёрный чай с сахаром. Да, замечательное занятие. О! У стенки возле кровати висит плакат с изображением героев мультика «Утиные истории». Обожаю его. Жаль, что никаких кассет с этим мультиком у меня не осталось. Также можно посмотреть на печатную машинку. Печатная машинка на Катином столе. Совсем не то, что я ожидал увидеть. На бумаге, которая торчит из машинки, написан какой-то текст. Сказка, видимо. Я такую никогда не читал. Сама машинка чистая до блеска. Не пылинки. Интересно, Катя увлекается написанием сказок? Ей это совсем не подходит. А вдруг и увлекается? Так, ну и, соответственно, Синдереллу тоже посмотрим. На стене чуть выше стола висит постер по мультфильму «Золушка». Никогда такие не встречал. Так еще и на английском языке. Наверняка он очень ценный. А еще я никогда не думал, что Катя интересны принцессы. А вот видишь оно, как оказывается, бывает. Окей. Собственно, на этом моменте я предлагаю закончить наше видео. Глазик у нас больше, к сожалению, не работает. Мы с тобой делаем сохраняшечку. Мы с тобой делаем вот так вот. И в следующей серии, соответственно, мы с тобой пойдем... Знаешь, что делать? Хотя... Нет. Да, давай все-таки на этом моменте мы с тобой закончим. И уже в следующем нашем видосике мы пойдем с тобой чинить телевизор нашей Катюшки. Если вам понравился данный видосик, обязательно поставьте ему большое палец вверх. Также не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик. Учать все уведомления, чтобы быть в курсе выхода новых видосов. И также подписывайтесь на все ссылочки из описания. И, конечно же, участвуйте в конкурсе. Еще раз напоминаю, что очень крутые призы и вполне несложные условия. Ну, а с вами был ваш Дакстр. Всем хорошего настроения, всем удачи и всем пока-пока.